дорогие друзья всем добрый день меня зовут павел раз видеть вас на своем канале сегодня да да харди все верно сегодня у нас будет видео следующего плана у меня на прошлой неделе вышла статья про амуницию для собак то есть именно как прогулочная шлейка может помочь с тем что собака тянет и как правильно ее использовать прайд не прыгай слезь сейчас мы собираемся пойти гулять не знаю там соберется артура или нет но в любом случае одну собачку мы возьмем я сейчас одену и обычный поводок возьму я прайда как наиболее импульсивную собаку которая будет втянуть вырываться нет не лезь да вот он будет потому что бы не он спокойно ходит к бы тоже спокойно ходит ласка вообще не тянет айса подавно харди но не то то есть вот у нас будет вот этот клиент сейчас мы оденем обычную у до обычную полу давочку я поставлю так что она будет стягивать шею когда собака будет тянуть вы я вам это сделал для того чтобы показать что например такая амуниция она не убирает у собаки желание тянуть ну конечно если если очень очень сильно дернуть такой в такой шличке то конечно она тянуть перестанет на какой-то промежуток времени но потом это вернется снова и соответственно немногие владельцы собак вообще будет причине какой-то вред своему питомцу поэтому так сказать достаточно достаточно такая сомнительная не то что сомнительная не всем этот вариант подходит значит я сейчас пройдемся небольшой кусочек по дороге в этой амуниции вы увидите как себя собака ведет потом мы оденемся в шлейку прогулочную погуляем и после этого я вам покажу как поменяется поведение собаки и как правильно все таки пользоваться амуницией про которую я написал статью его после которой было столько много гневных комментариев что это за фигня как так лучше использовать еще строгач или удавочку вот так вот ну все 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 пошли пойдем 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 пошли пойдем пошли пошли тихо тихо пошли пойдем пойдем так значит все мы перебулись на мне потяг с амортизатором пояс и шлейка немножко не такая потому что нормальный прогулочной шлейки у нас нету это простая которая была в этом в магазине но в любом случае в ней до шанс можно спокойно тянуть так ему в компанию я взял айсан чека на удивление кстати она тоже очень сейчас возбужденная кстати она на полу удавки кстати у меня есть сейчас этот как его вкусняшка это сыр который они очень любят сейчас посмотрим как они на него реагируют шанс на шанс ну так себе шанс айса на айса айса короче реакции 0 значит еще у меня есть с собой мячик реакции на шанс на шанс айса 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 шанс 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 нет реакция очень слабая то есть ему сейчас интересно все что вокруг при этом собака тянет на поводке на полу удавки собака тянет на этом артур чик мы пришли пойдем биби биби ой у тебя собственные ключи от машины есть пошли смотри что у меня есть мячик а а а а а а пошли пошли значит смотрите мы уже почти поднялись в горку шанс все еще тянет но он уже стал поспокойнее чем был самом начале айсан уже практически сдулась но это понятно у нее лишний вес у нее так сказать все физические параметры немножечко помешать ему шанса но все равно в самом начале тянула как коза вот идем дальше на смотрите кто тут у меня артур помаши ручкой айса пошли мама мы тебя ждем быстрее беги к нам артур пошли пойдем 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 сынок пошли да шант пашку боже мой ну что ты пьешь так дорогие друзья мы сейчас находимся ну чуть где-то на середине нашего пути шанс хватит пить хватит пить нашего пути сейчас смотрите опять кусочек еды айсан айса у вас смотрите айсан уже реагирует реагирует на еду пищевая потребность у айсан уже более ярко выраженная сейчас попробуем на шансе шанс иди сюда шанс 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 ой ты мальчик какой хороший молодец отлично пошли 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 давай 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 хватит пить ой артур его прям в лужу да 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 молодцы то есть по сравнению с тем что было когда мы только начинали внизу то есть мы прошли всего лишь полтора километра то есть собака тянула как хотела нюхала писала она айса покакала шанс тоже сделал свои дела и его поведение уже не такое импульсивное нервное как было в самом начале это в принципе по нему сейчас видно он даже стал реагировать на мой голос и стал подходить чтобы взять у меня вкусняшку то есть это уже очень хорошо то есть у собаки ярко выражено изменяется поведение то есть видно как одни потребности то есть движение в информа в получении новой информации то есть удовлетворение гигиенических потребностей чуть-чуть снижается и собака становится более отзывчивый на команды то есть еще мы погуляем и после этого уже можно с ней будет нормально заниматься командами таким как к там ко мне сидеть рядом и тому подобное что вы увидите впоследствии так дорогие друзья мы уже прошли половину нашего пути это два с половиной километра айсанчик у нас уже практически сдулась да айсан айса да айс у нас практически сдулась и уже вообще не тянет то есть айса то есть можно так сказать она идет на остаточных парах своего энтузиазма да то мы сейчас назад пойдем пошли назад шанс пойдем назад пойдем пойдем пошли пойдем шанс пошли пойдем пойдем айса пошли до пошли к маме да пойдем к маме артур пошли пошли пойдем значит все мы идем а на руки хочешь давай иди сюда все он даже артуру стал вперед кстати завете как поменялось поведение собаки то есть практически ну давай 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 пошли пошли собака практически стала нормальной сейчас мы вернемся до дома я покажу как дальше это использовать так дорогие друзья кстати смотрите айсан уже идет почти на провисшем поводке да и у шанса поводок не сильно натягивается но ту айсан прям видно отчетливо то есть поводок провис она просто выбрала темп с которым я иду и идет как ей удобно то есть она сейчас вот на крючке так дорогие друзья осталось чуть-чуть немного и от нашей прогулки то есть мы уже почти вернулись домой смотрите как у нас поменялось что ну шанс по-прежнему тянет уже не так сильно то есть это понятно он молодой кобелек у него ярко выжженная двигательные потребности надо ходить бегать прыгать айсан уже айсан значит у нас уже идет практически на провисшем поводке спокойненько вот так что результат налицо так мы уже подходим к дому собачки совсем так сказать подустали если можно так сказать вот сейчас я их заведу домой запущу артурчик и шанс пошли куда ты сидеть шанс молодец хорошо значит мы теперь погуляли порезвились да удовлетворили свои потребности в двигательной активности гигиенические потребности то есть он пописал покакал шанс иди сюда да шанс сидеть молодец так значит я не знаю на чем у нас так сохранилось теперь когда мы погуляли побегали пока попрыгали удовлетворить свои гигиенические потребности потребность в информации иди сюда шанс что такое что случилось иди сюда шанс шанс сидеть спокойно все успокойся чего-то да теперь мы готовы чуть-чуть позаниматься да и теперь можно например взять лакомство прийти на площадочку спокойно взять в руку кусочек корма вот так вот и начинать изучать команду рядом шанс шанс вот так вот берем молодец мальчик шанс сидеть ай ты молодец ты хорошо красавица молодец пошли шанс давай 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 ай ты молодец на нанононо шанс пошли пойдем Пойдем, пойдем Ай, ты молодец, малыш Скажи, когда я удовлетворил все свои основные потребности Как я уже сказал, двигательные, информационные Понюхал все Поохотился Ну, мы не охотились, но в этих мышачьей норке он понюхал Потребность в пищевая у него возросла Потребность в положительных эмоциях, когда его гладит, хватит Говорит, молодец, мальчик, возросла А это одни из главных стимулов Не то, что стимулов Одни из главных инструментов, которые помогут нам в дальнейших тренировках Теперь мы можем, как я уже сказал, на еду заниматься собакой Прямо на улице Вот мы на улице стоим Давай, пойдем Давай, давай Шанс Давай, 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 давай Вот так И можно учить чему угодно Любым командам Рядом, не рядом Сидеть, лежать Все это будет происходить на улице Да, на той улице, на которой буквально час назад собака была невменяемая Ни на что не реагировала Да, и вела себя очень по-хамски Пошли Ах да, и забыл сказать При этом на собаку не кричали, не дергали ее Потому что, когда нужно запомнить один такой момент Когда собаку бьют Используют электрошоковый ошейник Используют шипы, то есть дергают собаку Или используют удавку Происходит реакция торможения Во время реакции торможения Тормозятся не только негативные проявления То есть когда собака тянет Вырывается Не слушается Но и все, что происходит в позитивном плане То есть процесс обучения тоже тормозится Поэтому люди, которые ходят на строгаче Там на удавке Дергают собаку А дергивают поводок Месяцами, а то и годами Учат собаку правильно себя слушаться на улице То есть, а все из-за того Что они не понимают Как происходит мотивация собаки И что заставляет ее двигаться вперед В нашем случае тянуть поводок И как вы видите Когда я удовлетворил Все потребности собаки Которые заставляли ее тянуть И не слушаться меня Сейчас на улице Вот, не на участке даже Просто вот на улице Собака сконцентрирована на мне Конечно, с помощью лакомств Но лакомство Это один из главных инструментов тренировки Поначалу лакомства будет много Во время обучения собаки Но впоследствии все будет меньше и меньше А собака все будет слушаться лучше и лучше Вот, пожалуйста Собака час назад не в миносе Лакомство ей было не нужно Сейчас сделает все, что угодно Конечно, в разумных пределах Не стоит после первого занятия ждать чудес Ну, пожалуйста Шлейка, потяг, пояс Погуляли с собакой С комфортным Прежде всего для меня Потому что Собака тянула Но я обернул эту Его Особенность Себе на пользу Шанс Вот так вот Рядом Ай, ты молодец Сидеть Молодец Да, как говорится Я использовал силу своего врага Себе Себе во благо Да, Шанс? Ой, ты такой красавец Ты мой Весь такой импульсивный При этом Мы прошли 4 или 5 километров Но для Это как бы Так сказать Расстояние Вот это вот Нагрузки Которые будут Пошли Шанс Шанс Пойдем Пойдем Давай Давай Нагрузки нужно подбирать Каждой собаке Индивидуально Кому-то это будет километр Кому-то 2 Кому-то 5 Кому-то какие-то другие нагрузки Вот Но Потому что Потребности у всех собак Разные У нас есть хаски Которые вообще не хотят тянуть Или сдуваются После 500 метров Понимаете Что это бесполезно Все собаки разные Пошли Пойдем Пойдем домой Пошли Ты молодец, Шанс Так, дорогие друзья Заключительная часть Этого нашего видео То, что я вам сейчас Показал Является Одним из самых первых И самых простых Правил Для успешной тренировки Собаки Прежде чем Приступить к занятиям По воспитанию Ну, изучению команд Нужно Подготовить собаку И удовлетворить Все ее потребности Вот Такие как Двигательная нагрузка Гигиенические потребности То есть Потребность новой информации То есть Все обнюхать Посмотреть Пометить Пообщаться с другими животными Если ей это необходимо Да Также Там Поиграть с ней Во время прогулки То есть Чтобы она получила Положительные эмоции Вот такие вот Такие вот Положительные эмоции Получила И после этого Без криков Шумов И руганий Можно требовать От собаки И заниматься с ней Изучением любых команд Я вам только что Наглядно показал Что собака Которая Вначале Тянула И была неуправляемая Не реагировала Даже на еду После Того Как мы погуляли С ней Спокойно Удовлетворили Все ее потребности Собака Стала откликаться На еду Стала реагировать На вкусняшку И выполнять Мои команды И теперь Как я вам показал Можно Даже на улице На той На которой Вот это вот Все происходит у нас Не даже Не на закрытой территории Не на площадке Заниматься с собакой И требовать От нее исполнение команд И она будет слушаться Потому что Все потребности Которые в начале Были для нее Основными Движущими стимулами То есть Они были Головенствующими Сейчас Они поутихли Так как мы Их удовлетворили И для собаки Стало более главное Получить вкусняшку Чтобы ее похвалили Погладили Вот так вот И этим Можно пользоваться И этим нужно Пользоваться Это один из главных Залогов Успешной Тренировки И воспитания Собаки Без применения Физической силы Хочу Как бы еще Такой момент Уточнить Очень много Было комментариев Того что Писали Что А если у меня Собака Рвет так Что Спину ломает Ну Дорогие друзья Нужно было Не затягивать Решение Этой проблемы Тем что Собака у вас Неуправляемая И ходит только На строгаче До такого состояния Что Кроме как на строгаче Ее невозможно Водить Вообще Это само Собо разумеющееся Что всех собак Воспитывают Ченячьего возраста Но даже Я вам показал На примере Взрослой собаки Как бы Изучение Команд С которыми Я не тратил Очень много Времени Ну так Элементарные Самые простые То есть Команды рядом Мы с ней вообще Не учили Ну вот Я вам наглядно Показал Как с такой собакой Легко возбудимой Вот именно С легко возбудимой Психикой Настоящей хаски Который будет Тянуть вперед Вот Мечится Из стороны в сторону И вот как Она поменялась К концу прогулки Правильной Прогулки И что После этого Можно спокойно Ее дрессировать И она будет Дрессироваться Потому что Мы ее подготовили Вообще В Европе Само собой Разумеющееся Перед тренировкой Перед занятием На площадке Собаку Выгуливают Дают ей нагрузку Там 5-10 километров Кросс Там бег На велосипеде Прогулка Она чуть-чуть Потом успокаивается Чтобы Прийти Так сказать В норму И идет На площадку Заниматься Послушанию И это В порядке Вещей То же самое Что я вам Показал А шлейка Потяка Пояса Это просто Аксессуары Которые Помогут Сделать Прогулку Тянущие Тянущие Собаку Более Комфортные Я же это И написал В окончании Своей статьи Что Сама Прогулочная Шлейка Вот эти Аксессуары Они не дают Управление Над собакой Они просто Помогут Сделать Подготовку К этому Процессу Воспитания Более Более Комфортно Что я вам Сейчас наглядно Показал В этом видео Дальше Мы будем Продолжать Вот эти Вот Ой У нас тут Очень сильный ветер Продолжать Серию Видео Как Обучать Свою собаку Так же Как Обучать Собаку Ходить Спокойно На поводке Будем дальше Продолжать Просто К сожалению Из-за работы Я не могу Прямо Постоянно Выкладывать Вот эти Видео Ну К сожалению Время у меня Достаточно Ограничено Сейчас Сезон То есть Я на расхват Можно так сказать Да Прайд И прайд Тоже На расхват Все На этом Друзья Мы заканчиваем Следите За нашими Видео Удачи Вам В тренировках Воспитании Своих Питомцев Все Всем пока Не прощаемся Надолго Субтитры